Всем здравствуйте! Вы со мной на канале Юлия Иванова. Погода. Сами видите, какая у нас. Конец марта, а у нас ещё зима. И как вы думаете, где я стою? Кто смотрел мой канал... Ну ладно, подскажу. Я стою на месте, где фонтан летом у нас. А направляюсь к дочери. Что вы думаете? Потихонечку ведь тает на улице всё. Пора и нам таять начинать. Вот там в серединке я стояла. Летом тут наш фонтан. Так, о чём я дальше? Надо начинать помаленьку худеть к лету. С дочерью мы решили заняться с этим вместе. Я к ней иду домой. Буду готовить. Она работает на удалёнке. А я буду готовить. Меню будет на два дня. Уже мы начали с ней худеть. Неделя прошла. Есть результаты. Пока не скажу. Меню будет у нас обычное. Ничего изысканного. Примерно на 1200 калорий будет суточная норма. По два дня. Я, то есть, вот сейчас иду готовлю. Завтра я дома. А через день опять пойду к ней. Меню будет на два дня. То, что я сегодня сготовлю, мы будем с собой заберу на завтра рацион. Вот так по два дня будем питаться. Буду вам скидывать видео. Смотрите. Смотрите, кому интересно. Но ещё насмелиться надо себя показать как-то. Но об этом чуть позже. Такие унылые пейзажи. Да, в это время года самый страшный чёрный снег. Уже кое-где почистили дорогу. У нас чистенько. Нет льда. Но кое-где есть лёд. Очень сильно-сильно. Да, погода, конечно, не катит. Но настроение у меня нордическое. То есть, хорошее. Весёлое. Вдохновляющее. Будем начинать худеть. Надо самое главное настроить свой мозг на это. А не так, что вопреки всем диетам я себе не изменю. Я так и буду толстой всю жизнь. Нет. Если вы надумали, надо сначала настроить себя внутренне. А потом уже начинать худеть. И пускай будет не очень большой результат. Не очень мощный. Со временем всё это войдёт в норму. Самое главное, надо перестроить свою жизнь так, чтобы организм потреблял пищу не ради удовольствия, а ради поддержания жизни. Так легко это говорю, но так трудно это даётся. Но я буду пробовать. Да, ещё хочется сказать, по своему прежнему опыту и не единожды похудение. Самое главное, не надо себя насиловать диетами разными. Всё это заканчивается, уже многие знают. Ещё большей прибавкой веса. Так что нужно потихонечку уменьшать свои блюда. Исключить кое-что практически совсем. И так потихонечку привыкать. Мы не кинулись сразу с дочерью заниматься спортом. Чего мы не делали раньше. Ну, во всяком случае, я. Эту неделю я тоже не занималась никаким спортом. Но результат всё равно есть немножко. Переходим через дорогу. И у нас пекарня. Пекарню мы обходим стороной. Все свои привычные места. Нужно себе просто говорить, нет. Вот, красная маска висит. А мне вход запрещен. Пока я сейчас дойду до очередного дома, будет ещё одна. Я её тоже пройду. Но иногда я в неё захожу за бородинским хлебом. Нам этой булочки маленькой хватает на дня 3-4 вдвоём. Я считаю, это нормально. Это уже победа над собой. Что мы едим гораздо меньше хлеба. А также сахара. А также исключила я совсем выпечку. То есть кроме хлеба пока что ничего мы не едим. Но мы позволяем себе в сутки, например, одну конфетку. И это важно. Потому что если совсем отказаться напрочь, то организм поймёт, что ты его посадила на голодушку. И всё, конец. Только первая попавшаяся пища, которая ему приглянется, он её будет накапливать в быль. И с места ничего не сдвинется. А если придерживаться мыслей, как примерно я сейчас думаю, то всё пойдёт на лад. То, что я за неделю отсняла, я покажу вам, наверное, одним роликом. Просто маленькие ролики снимала, соединю их и покажу вам за неделю весь рацион. Но если будет немножко коряво, где-то калорийность, не скажу, где-то вес. Уж меня простите. Примерно 1200 калорий на день. В среднем. То, что буду показывать за день одним роликом, это получается на два дня. Вот, как покажу, на следующий день точно так же. Кому интересно, оставайтесь с нами, смотрите ролики и не проматывайте рекламу. Дайте чуть-чуть блогеру заработать. Ну вот, пока я шла с вами разговаривала, я дошла до дочери. Сейчас зайдусь. Начнется у нас первая готовка завтрака. Так что всем хорошей весны, хорошего настроения, настроя на похудение и будем таять вместе вот с этим некрасивым снегом.